Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и с вами я, ее ведущая Анастасия Павлова. Мы готовы с вами поделиться подборкой спортивных новостей студенчества за прошедшую неделю. Прямо сейчас! Начнем сегодняшнюю программу с такого события, как поезд здоровья. Ежегодно студенты Казанского федерального университета во второй половине февраля выбираются на базу отдыха «Маяк», чтобы с пользой провести время. Как это было в этот раз, расскажет Дарья Митина. Кучное лежание на кровати субботним февральским утром – это не про поезд здоровья. А вот позитивно-активный отдых в сосновом лесу – то, что надо. 16 февраля в 7.30 отправился первый поезд в этом году с вокзала «Казань-1», чтобы отвезти студентов на оздоровительный выезд на спортивную базу «Маяк». Данное мероприятие ежегодно проводится в Зеленодольске, дабы приобщить как можно больше людей к здоровому образу жизни. В нем принимают участие все институты Казанского федерального университета. Студенты которого хотят весело, а главное – с пользой провести выходные в компании со своими друзьями. Ведь каждый знает, что в здоровом теле – здоровый дух. Первыми, кто прибыл в Зеленодольск, были институты филологии и межкультурной коммуникации, институт геологии и нефтегазовых технологий. По приезде для всех началась торжественная часть с поднятием флага, ну а потом ребята поделились по интересам. На самом деле мне здесь очень нравится. Я приезжаю сюда второй год и регулярно катаюсь на лыжах здесь. Правда, до тюбинга дело не доходит, потому что лыжные трассы меня больше, наверное, впечатляют. И сегодня такая замечательная погода. В целом очень атмосферная. Все так визжат, кричат, радуются жизни. Ну, на самом деле, очень классно здесь. Здесь для каждого найдется именно то занятие, которое будет ему по душе. Тюбинги, лыжи, снегоход, игра, вышибалы – все это делало сегодняшнее настроение ребятам. Искренние улыбки и полное счастье глаза были заметны на лицах наших студентов. Много кислорода, отдых от городской суеты. Я езжу сюда уже третий год, каждый год с огромным удовольствием. Не важно, что надо вставать, там, в пять утра, чтобы приехать сюда. Оно того стоит, безусловно. День, проведенный на поезде здоровья, прошел мимолетно, потому что лыжная база зарядила множество сердец на самые яркие воспоминания. Дарья Митина и Люза Галиева. Неделя спорта. 17 февраля в спортивном зале «Уникс» состоялся внутривузовский этап чемпионата Ассоциации студенческих клубов России по настольному теннису. Участие в нем могли принять все желающие. Кто из игроков будет представлять Казанский федеральный университет на республиканском этапе, расскажет о мальте миров. Чемпионат ССК по настольному теннису – ежегодный турнир, в котором КФУ принимает активное участие. Попробовать свои силы на внутривузовском этапе могут любители, профессионалы и даже новички. По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось двое, а борьба стала еще упорнее. В прошлом году у нас было 20 участников, в этом году более 40. Но, конечно же, хотелось бы, чтобы такие соревнования вызывали больше интереса у не только членов сборной вузы, но и у обычных любителей. Ведь мы сделаем это мероприятие в основном для них, для любителей, которые любят настольный теннис. Каждый матч между соперниками проводится до трех побед в партиях. Турнир начался с группового этапа, который проводился по круговой системе. По итогу матчей в плей-офф у девушек прошли по два человека из каждой группы, а у парней по четыре. Подобный чемпионат проводится в стенах КФУ не первый год. И студенты рады, что могут попробовать свои возможности в турнирах чемпионата. Суперники очень хорошие, потому что я играл на этом турнире в прошлом году, где я занял второе место без особой подготовки. Отобрался на городской этап. Здесь соперники намного серьезнее, потому что видно, что пришли сюда не просто. Ребята-любители, как я, которые занимаются другим видом спорта, а здесь просто как хобби совмещают. Здесь ребята, которые действительно играют постоянно, которые играют хорошо. И играть с ними очень тяжело, особенно с ребятами из института физики и из института вычислительной математики. Они действительно очень хороши в этом виде спорта, по крайней мере на сегодняшний день. Желание пройти на региональный, а затем на всероссийский этап разожгло в спортсменах колоссальные эмоции и вызвало настоящий адреналин. Так один из участников, расстроившись из-за своего поражения, сломал ракетку. Но быстро собрался с мыслями и пожал оппоненту руку, приняв свое поражение. По итогу плей-офф в упорной и бескомпромиссной борьбе были определены победители и призеры. Четвертое место среди девушек заняла Ангелина Егорова, бронзу позаполучила Рита Сатарова, серебро – Лена Емельянова. И золотым призером турнира стала Фаренгис Митинова. Среди парней четвертым стал Даниар Галеев, третье место завоевал Айрад Дольский. В полуфинале Руслан Зарипов и Рафаэль Тимиргалеев обыграли своих соперников в каждой со счетом 3-2. Но в финальном матче Руслан Зарипов сумел выиграть лишь одну партию. И по итогу четырех партий Рафаэль Тимиргалеев занял первое место. Первая четверка среди девушек и юношей получила гарантированные путевки на региональный этап и шанс попасть на всероссийский суперфинал чемпионата АССКА России. А также Рафаэль Тимиргалеев и Фаренгис Митинова стали лучшими спортсменами внутривузовского этапа. Амальтимиров, Настя Павлова, Неделя спорта. Также в это воскресенье состоялся последний этап спартакиада здоровья, который проходил в Казанском федеральном почти на протяжении месяца. На этот раз участники выявляли сильнейшего в лыжных гонках. Подробнее в репортаже Алисы Дубовик. Лыжная трасса в парке имени Горького в очередной раз принимала соревнования по лыжным гонкам в рамках спартакиада здоровья. Лыжные гонки стали последним видом спартакиада среди работников Казанского федерального университета. Соревнования привлекательны тем, что в них участвуют сотрудники разного уровня подготовки – от любителей активного отдыха и сторонников здорового образа до профессиональных спортсменов. Лыжню проложили через лесопарковую зону. Мужчинам предстояло преодолеть дистанцию 2 км свободным стилем, а представительницам женского пола – 1 км. С виду трасса казалась достаточно легкой – один спуск и несколько несложных поворотов. Но погодные условия и гололед сделали ее труднопроходимой. Поэтому, чтобы ее преодолеть, необходимо было приложить максимум усилий. В первом круге мужчины, неправильно распределив свои силы, дали резвый старт. Поэтому на второй круг они уходили уже с трудом. Силы были на исходе. От холода забивались ноги и руки. По итогам гонки первое место занимает Ильяс Ихсанов – Набережно-Челнинский институт. И следом за ним с ссованием в минуту и 9 секунд прибегает Юрий Захаров – Институт физики. Третьим приходит Ильдус Мавлеев – Набережно-Челнинский институт. Для большинства представительниц прекрасного пола гонка далась также непросто. Бежать из-за ледяной трассы было тяжело. Лыжи катились не лучшим образом. Среди женщин выделились сотрудницы Набережно-Челнинского института Ольга Галямова. Она заняла первое место. На втором месте – Диляра Кузина – Институт геологии и нефтегазовых технологий. Третьей пришла – Аделя Бекбулина – Общеуниверситетская кафедра физического воспитания. Конечно, трасса сложная, скажем так, лед очень сильный. Поэтому катиться, кто первый раз, очень сложно. Вообще трасса сложная. Поэтому время, наверное, не очень хорошее, люди покажут. Но главное – удовольствие получить. Погода тоже, я думаю, нормальная сегодня. Мороза сильного нет. Поэтому все замечательно, нам все нравится. Призовые места в командном зачете распределились следующим образом. Первое место завоевала команда Набережно-Челнинского института. Второе место – сотрудники Института математики и механики имени Лобачевского. Третье место заняла команда Общеуниверситетской кафедры физического воспитания. Алиса Дубовик и Львина Губайдульна. Неделя спорта. Женская Суперлига приехала в Казань. На паркете Поволжской Академии физической культуры, спорта и туризма с 15 по 17 февраля шесть сборных команд вузов России выявляли сильнейшего в рамках полуфинала данного турнира. Подробнее далее в сюжете. С 15 по 17 февраля Поволжская Академия спорта и туризма принимала полуфинальный этап Женской Суперлиги Ассоциации студенческого баскетбола. Шесть баскетбольных сборных из Санкт-Петербурга, Иваново, Чебоксар, Перми, Тюмени и Казани боролись за право выйти в финал восьми, который будет проходить в Иваново. Первый день полуфинала выделился матчем между девушками из Чебоксар и Перми. Встреча закончилась победой пермской команды с разницей в 21 очко. Затем на игровом поле Поволжская Академия встретилась с Сиренами из Санкт-Петербурга. Игра была яркая со стороны обеих команд и завершилась со счетом 81-52 в пользу Академии. В конце первого игрового дня сборная из Иваново одержала победу над своими соперницами из Тюмени. Во второй день полуфинала лучшими оказались спортсменки из Перми, Чебоксар и Казани. Но в отличие от первого дня соревнований победа девушек Академии спорта была не столь уверенной. На площадке чувствовалось разногласие команды с тренером. Но несмотря на проигрыш в третьем периоде, спортсменки из Казани смогли собрать все силы и прислушавшись к указанию тренера, буквально вырвали победу из рук баскетболисток из Иваново с счетом 75-60. Третий день начался с победы уже состоявших фаворитов женской суперлиги Ассоциации студенческого баскетбола Пермской команды над сборной из Ивановского государственного химико-технологического университета. Прекрасная серия из побед для Пермской сборной стала возможна благодаря ее капитану Полине Матуш, которая в последний матч набрала 58 очков за игру, тем самым поставив новый рекорд и задав высокую планку остальным баскетболистам. Девушки из Академии спорта также не хотели отдавать победу противникам и шли к ней до конца. Сначала команды шли нос к носу, но затем разница в счете стала увеличиваться, что привело к победе. Последняя игра полуфинала состоялась между гвардией из Тюмени и Сиренами из Санкт-Петербурга. Матч закончился с разгромным счетом 102-47 в пользу Сирен. По итогам трех дней первое место занимает баскетболистки из Пермского края, одолев всех своих соперниц. Следом второе место в таблице занимает Поволжская Академия, выиграв все матчи, но уступив лидерству в группе только по дополнительным показателям. София Евдокимова, Алена Зуева, Неделя спорта. В понедельник завершился регулярный чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола дивизион Казань. Казанский федеральный университет играл со второй командой Поволжской Академии. Как все прошло и как команды расположились в турнирной таблице узнаешь прямо сейчас. 18 февраля в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма состоялся последний матч регулярного чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола дивизиона Казань между второй командой Поволжской Академии и Казанским федеральным университетом. Игра была по-настоящему напряженной. Федералы и команда Поволжской Академии являются принципиальными соперниками. Из года в год они борются за первые места. Матч должен был состояться еще 7 февраля, но был перенесен. До игры фаворитом данной встречи являлся второй состав Академии. Счет открыла сборная КФУ. Частые фолы со стороны соперников дали возможность федералам вырваться вперед. Таким образом, первая половина матча завершилась со счетом 51-38 в пользу КФУ. В третьей четверти они по-прежнему лидировали. Команда упорно прессинговала, навязывая свою игру. А вот Поволжская Академия лишилась сильного игрока. Разыгрывающего под номером 17 Анвара Ярулина дисквалифицировали из-за споров с судьей. Настрой, конечно, падает после таких игр, когда видишь, что все против тебя складывается. Не только это касается каких-то незабитых бросков, неудачных атак, но и когда еще двое бегают и свистят не в ту сторону. В самом начале четвертой четверти команда КФУ начала жестко прессинговать и забросила двухочковый. Но, несмотря на такой ход игры на последних минутах матча, академики стали активно забрасывать мячи в кольцо. Они сократили отрыв до семи очков. Но Поволжская и Государственная Академия физической культуры, спорта и туризма не удалось вырваться вперед. Игра завершилась со счетом 96-89. К сожалению, в концовке немного расслабились, запустили обидные ошибки. Пару потерь, фолы, все это наложилось и выпустили 20-очковое преимущество. Но все равно победили, и это хорошо. Команда Казанского Федерального Университета достойно показала себя на последней игре регулярного чемпионата дивизиона Казани. Полина Сиротина, Анастасия Галякова, Неделя спорта. Регулярный чемпионат АСБ подошел к концу. Теперь будем следить за играми плей-офф. 21 февраля в 17.30 две сборные Казанского Федерального Университета, мужская и женская, примут на своем паркете соперников из Казанского технологического колледжа. Женская сборная играет полуфинал, мужская играет четвертьфинал. Обе встречи наш телеканал покажет в прямом эфире нашей группы ВКонтакте. Это были все спортивные новости за эту неделю. С вами была программа Неделя спорта и я ее ведущая Анастасия Павлова. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова